МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшее время на общественном первом информационной программе ЛАТО. Здравствуйте! В студии работает Нурчом Албурханова и Атилета Денисов пришло время подводить итоги уходящего дня. Смотрите программу. В стране с начала года 49 детей покончили жизнь самоубийством. Сегодня на заседании парламента обсуждали вопрос суицида среди подростков. Законны ли сборы в школе? В нашу редакцию с просьбой выяснить это обратились родители учащихся. Межрайонный суд Бишкека вынес решение удовлетворить, иск и взыскать скумптуру оперейтинг компани более 6,5 миллиардов сомов. Некоторые кыргызстанцы больше пяти лет не платят налоги на имущество. Налоговики Ленинского района столицы уже устали обивать их пороги. То, что государственные школы жалуются на постоянную нехватку денег, давно не новость. Школы решают этот вопрос просто. Чаще всего за счет родителей, которые давно уже привыкли сдавать деньги на охрану, ремонт кабинетов, закупку мебели и так далее. И у которых все чаще и чаще возникает вопрос о законности подобных сборов. Так родители школы номер 82, что в жилмассиве Аллато, обратились в нашу редакцию с просьбой выяснить, имеют ли право школы собирать деньги или это делается добровольно-принудительно, продолжит Алтымбек Таламбеков. Родители учащихся школы номер 82 возмущены действиями администрации школы. Они считают ее работой непрозрачной в части расходования денег. С каждого ребенка в этом году собрали более 2000 сомов. Весьма ощутимая для некоторых сумма. Платежи происходят из рук в руки. Деньги сдают классные руководительницы. У нас образован родительский комитет. Деньги сдаем фонду ЕГИ ежегодно по 540 сомов. Потом еще 500 сомов на ремонт класса. Помимо всего этого, недавно собрали с каждого по 1200 сомов. Всего в год один ребенок сдает около 2300 сомов. Для контроля за расходованием средств есть всевозможные родительские комитеты, попечительские советы, на которые ссылаются директора школ. Мол, все под контролем. А в 82-й школе есть, оказывается, фонд. Родители сами ежемесячно собирают по 60 сомов и сдают фонд ЕГИ. На эти деньги мы поддерживаем школу. Кроме этого, никаких денег мы не собираем. Я сам лично сдавал 1200 сомов. На виньетку, на ремонт, краску сказали купим. Но жалобы есть, а значит и проблемы. Более того, в 82-й школе недавно попросили всех заполнить весьма интересную анкету. Вы собирали анкеты у детей. Спрашивают, оплатил ли ребенок классные школьные фонды, сдали ли на ремонт. Как нам это понимать? Это же должно быть на добровольной основе. Я сама услышала об этом недавно от завуча. Родители, оказывается, жалуются на то, что в школе кто-то собирает по 200 сомов. Я разозлилась, когда узнала об этом. И чтобы узнать, за что еще собирались деньги с детей, решили провести анкетирование. Там были вопросы, платите ли вы за техничку, за охрану, школьный фонд. Родители, те, кто не платил, вызывали в школу. С каждого из нас собирали по 540 сомов. Те, кто не приносил деньги, ругали. Если верить словам родителей, то в школе номер 82 в год со всех детей собирается более 3 миллионов сомов. Но отчитываться за средства никто не собирается. Такая же ситуация и в большинстве школ страны. Алтубик Таланбеков, Азамат Хадыр Тухтоев, Общественный Первый канал. Сегодня на заседании парламента в ходе правительственного часа обсуждали вопрос суицида среди подростков. Было озвучено, что в стране с начала года 49 детей покончили жизнь самоубийством. Причем все чаще самоубийство совершают подростки из вполне благополучных семей. Тюбекка Порбекова продолжит. Только с начала года 49 детей покончили жизнь самоубийством. Последний случай произошел 21 мая в Караколе. Девятиклассница выпрыгнула с пятого этажа. Поясняется, что она побоялась, что дядя будет ругать ее, узнав о том, что она курит. Те данные, которые сейчас прозвучали, честно говоря, они просто ужасны. Если действительно за май месяц, мы говорим, 10 случаев. Оказывается, в 2013 году Кыргызстан был, вот случаи с суицидом были на втором месте после гибели подростков в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Какие программы есть? По данной проблеме нужен комплексный подход. Во многом проблема еще существует именно на уровне самой семьи. Мы на сегодня разрабатываем комплексную программу по поддержке семьи, материнства и детства. Сегодня работает достаточно серьезная экспертная группа. И мы к сентябре месяцу уже вынесем ее на общественное обсуждение. Причем все чаще самоубийство совершают подростки из вполне благополучных семей. Или тех, где родители уехали на заработки за рубеж. Важно принять меры по усилению ответственности родителей за воспитание своих детей, уверены нардепы. Родители должны дать ребенку право на жизнь. И поэтому я думаю, что здесь очень много нужно говорить об ответственности именно наших родителей. Как они воспитывают детей, кому они оставляют детей. Необходимо обратить внимание и на интернет. Достан Бекешев считает, что соцсети могут также подталкивать подростков к самоубийству. Только недавно в России были закрыты 8 групп ВКонтакте, которые открыто культивировали суицид с описаниями и фотографиями. Обратить внимание на новую тенденцию. Вот ВКонтакте, буквально вчера я читал, было сообщество, которое склоняло подростков к самоубийству. Вам надо взять тоже это на вооружение. Министерство внутренних дел тоже должно работать по выявлению и пресечению таких интернет-сайтов. Отсутствие культуры и психологической помощи тоже одна из причин. Многие люди не хотят обращаться к психологам и рассказывать о своих проблемах. В результате суицид им кажется единственным выходом. В школах Кыргызстана нет психологов, потому что на это нет финансирования из госбюджета. Необходимо 185 миллионов сомов. Сейчас в образовательных учреждениях с детьми работают социальные педагоги. Одними профилактическими работами нельзя решить эту проблему. Для этих целей мы не должны жалеть денег. Потеря даже одного ребенка – это большая трагедия. Да, данные неутешительны. Правительство уверено, что только посредством тесной работы со всеми соцведомствами возможно предотвратить случаи суицидов. В преддверии Международного дня защиты детей Организации Объединенных Наций совместно с фондом ЮНИСЕФ провела круглый стол, на котором обсуждались актуальные проблемы наших маленьких сограждан. В Кыргызстане проживают более двух миллионов детей. Из положительных аспектов можно отметить увеличение соцвыплат, уменьшение детской смертности, сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, повышение посещаемости начальной школы, а также снижение процента детей, проживающих в крайней бедности. К сожалению, я хочу поздравить Кыргызстан и вас с тем, что Кыргызстан сделал огромный прогресс в улучшении положения детей. Например, первое, детская смертность уменьшилась на две трети. И из-за этого Кыргызстан достиг цель развития тысячелетней. Межрайонный суд Бишкека сегодня продолжил рассмотрение дела по иску госэкотехинспекции в отношении Кумтор Оперейтинг Компани о взыскании ущерба за причинение вреда окружающей среде в размере более 6,5 миллиардов сомов. Это один из четырех исков, общая сумма которых составляла более 7 миллиардов сомов. В результате проверки было обнаружено нарушение. Компания размещала пустую руду в отвалах ледника, из-за чего загрязненная вода может попасть в реки. Кроме того, после разработки может возникнуть необходимость строительства заводов, пачески воды, стекающих с отвалов. По словам представителя госэкотехинспекции, по состоянию на 2014 год компании размещены полтора миллиарда тонн породы в целом. В итоге суд вынес решение удовлетворить иск и взыскать с компанией более 6,5. Миллиардов сомов. Парламент одобрил в третьем чтении закона проекта о блокировке веб-сайтов, распространяющих идеи терроризма и экстремизма. Согласно поправкам в Гражданско-процессуальный кодекс и закон о противодействии экстремистской деятельности предлагается сократить сроки рассмотрения судом предписание прокурора о блокировке того или иного сайта, если есть подозрение, что он распространяет материалы экстремистского характера. Причем это решение может быть принято даже и до вынесения судом вердикта по иску. Ранее парламентариев, напомню, изумляла скорость, с которой предлагается обязать суд рассматривать подобные заявления от трех до пяти дней. Народные избранники также возмущались, что правительство не провело анализ регулятивного воздействия на законопроект. Но после долгих дебатов депутаты его все же одобрили. В нынешнем году лесники Таласского территориального управления охраны окружающей среды сверх запланированного выполнили работы по благоустройству и озеленению территорий. На местах в аренду были выделены участки для выращивания различных пород деревьев. Подобные хозяйственные отношения помогли улучшить экономическое положение учреждения. Лесник Расакулбыки Сыгалиев ежедневно с раннего утра объезжает на лошади арендованную территорию. И пока он не осмотрит молодые саженцы елей, посаженных на более 400 гектарах земли, не успокоится. По его словам, о каждом хвойном деревце нужно заботиться, как о младенце. Результаты труда лесника можно увидеть через несколько лет. В этом году реализовал одну тысячу крымских сосен. На другом участке посадил 20 тысяч саженцев елей. Сходы радуют. В лесном хозяйстве саженцы елей приносят стабильные доходы. Когда рост елей превышает более одного метра, ее выкапывают и отправляют на реализацию. В этом году агентство реализовало выращенные специальных питомников саженцы хвойных и лиственных деревьев на общую сумму более 1,3 млн. сомов. Кроме выращивания саженцев в лесном хозяйстве, уже в течение трех лет занимаются разведением пчел. У нас имеется несколько десятков ульев. Каждый год мы даем пчеловоду план. Он справляется с работой. Выделили ему транспорт с тележкой. На балансе лесного хозяйства огромные территории земель. Для эффективного их использования решили взаимовыгодно сотрудничать с желающими арендовать площади для выращивания различных саженцев. Так, 29 гектаров земель были освоены арендаторами под Яблоневый сад. В этом году для озеленения территории в местах, где есть опасность хода селий, в четырех аильных округах мы посадили более 6 тысяч различных саженцев. На балансе таласского лесного хозяйства 130 тысяч гектаров земель. Из них лесом покрыта четвертая часть угодии. Усен Кульбаев, Эльмиря Сюгитбекова, Общественный Первый канал, Талаская область. Любят ли горожане свой город? Этим вопросом задаешься невольно, когда видишь людей, бросающих мусор мимо урны или просто в речные сети. Но на замечание, что нельзя выбрасывать мусор где попало... Такие жители реагируют своеобразно. Мол, мы так делаем всегда. Как призвать граждан к совести и соблюдению чистоты в родном городе? Разбиралась Диана Мамикова. Центр Бишкека. Пересечение улиц Ахунбаева-Душанбинской. Казалось бы, должно быть чисто хотя бы в таком видном и многолюдном месте. Но не тут-то было. Мусор кругом, но только не в урне. Это вообще культурно людей. Сейчас люди у нас не культурные. Ужасно, бардак, короче. Ничего, ни совести ни у кого нету. Вообще слов нету. Нельзя бросать мусор. Это наоборот плохо в Холстан. Халатные отношения самих соседей и кто это делает. Постоянно их ругают, они все равно наглеют. С точки этики это вообще как-то не культурно. Я замечаю даже те, кто постарше, те, кто помоложе, бросают мусора, проезжают, бросают сигареты с машин. Иногда бывает даже не только сигареты, но такие вот бутылки, пакетики. Но это неправильно. Это большое, как бы сказать, для нашего города. Мы должны были его как-то оберегать, вроде центра не является. Без культуре людей, пожалуй, сегодня главная проблема. Вопрос без культуры и не очень такого вежливого отношения. Люди просто не уважают труд тазалыковских. Хочется сказать, в 5 утра начинается работа сотрудников тазалыка. Они моют, чистят улицы, руками убирают вот эти вот все отходы. Хотелось бы попросить всех, давайте уважать труд наших коллег. И они же все, мы все стремимся сделать наш город чище и лучше. Такие призывы на горожан не действуют, утверждают жители дома по улице Ахунбаева, Халида Ибраимова и Вера Лысенкова. Женщин удивляет невоспитанность людей. Просто безалаборно относятся к этому. Швырнули и пошли. Куда, чего и как. Я уже даже иногда, знаете, прихожу сюда, и вот все эти коробки вот сюда вот сбрасываю. Сбрасываю для того, чтобы ящики были свободны. На аллее валяются, вон в палисаднике валяются. И очень часто я тут, часто я хожу, и даже бывало мне один раз попал пакет. Я как растерела, смотрю, откуда летит, глянула, а он идет, ни в чем не бывало. А что, я догонять буду? Конечно нет. Сейчас по городу 600 контейнерных площадок. В мэрии же собираются увеличить их число в два раза. Закуплены уже более 700 новых мусорных контейнеров, а также 29 мусоровозов. Вот уже вторая неделя начало строительство новых площадок. Начали с 12 микрорайона. Каждый день идет плотная работа с населением, разъяснительная работа через МТУ. Люди соглашаются. Есть жители, которые не соглашаются с местом дислокации контейнеров. С ними идет активная работа. Мы ведем с ними информационную работу, разъяснительную, что сейчас сбор вывоза мусора будет отлажен по-другому. А чтобы пробудить у горожан совесть и ответственность за чистый облик столицы, мэрия объявила конкурс в нескольких номинациях. Лучший дворник, лучший квартальный, лучший ТСЖ и лучший двор. Диана Мамекова, Аскар Улан Улу, Общественный Первый канал. Урбандата Хакатон. 2016 в Бишкеке стартовал трехдневный марафон по программированию. 12 команд будут заниматься разработкой решений с минимальным бюджетом. И хотя Хакатон не сможет решить все проблемы и сделать жизнь горожан удобнее им под силу. Это подтверждает мировая практика. Ширина Санахунова с подробностями. Как решить проблемы Бишкека и облегчить жизнь горожан? Свои идеи в виде мобильных приложений за два дня должны представить программисты-разработчики, веб-дизайнеры, маркетологи, активисты, журналисты и представители других профессий. В топ-3 вопросов больше всего волнующих горожан вошли пробки и качество дорог, несвоевременный вывоз мусора и озеленение города. Также взаимодействие городских властей и горожан, проблемы ТСЖ. Если взять пример, взять 50-листовый какой-нибудь отчет, и чтобы его прочитать, надо потратить очень уйму времени и детально внить эту суть отчета. А можно этот отчет просто сделать в виде инфографика в одном листе, чтобы было понятно. Основой для решения этих вопросов станут данные мэрии Бишкека. Чтобы к этому приступить, необходимо получить решение, на что повлияет, на какой конкретный регламент нужно поменять. Это делается поэтапно. Сделали один продукт, начали работать. Потом делается второй продукт программный, меняется следующий. И вот так вот. Такие мероприятия очень популярны в развитых странах, где информационные технологии применяются во всех сферах жизни и вносят свою лепту в развитие экономики в целом. На Хакатоне будут и мастер-классы от приглашенных российских экспертов в области развития города, картирования и создания городских сервисов при помощи открытых данных. Можно было бы с помощью этих приложений, к примеру, привлечь большее внимание властей, потому что очевидно, что проблему мусора решить без участия власти невозможно. Но, допустим, собирать информацию о концентрации этого мусора могут горожане самостоятельно. И когда уже они просто приходят к мэру и говорят, смотрите, у нас карта мусора, вот здесь вот, ну, просто помойка, сделайте что-нибудь. И тут же подключаются журналисты, начинают тему раскручивать. Соответственно, общий такой эффект может быть сформирован. Именно информационный повод для решения этой проблемы привлечет к ней внимание. Жюри отберет самые актуальные и удобные в использовании программы, которые действительно смогут помочь решить какую-то городскую проблему. Команды-победители получат финансовую поддержку для реализации своих проектов и ценные призы. Ширина Санакунова, Нур Камиля Санов, Общественный Первый канал. И пришло время новостей из Ожской студии. Мы передаем слово нашей коллеге Регине им. Регина, добрый вечер, вы в эфире. Спасибо, коллеги, добрый вечер. Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений провело в Аше семинар с руководителями общественных приемных, консультативных советов, правоохранительных органов и духовенства Ожской и Баткенской областей. Был дан отчет о работе агентства за три года, а также обсуждены планы на будущее. За три года в 20 районах и городах республики с полиэтническим населением созданы общественные приемные, работники которых отслеживают межэтническую ситуацию на местах. Любые возникающие конфликты решаются методом народной дипломатии. На сегодня межэтническая ситуация в стране стабильная, относил заместитель директора ГАМСУ Бахтияр Салиев. Однако профилактическую работу необходимо проводить всегда. Мы разработали проект концепции взаимодействия наших консультативных советов с правоохранительными органами. Обсуждение проекта пройдет повсеместно, после чего мы его вынесем на утверждение. Аграрии Араванского района оканчивают сбор черешни. Урожай полезной ягоды отправляют в Россию. Со сбытом у садоводов проблем нет, а вот земледельцы напротив несут убытки. Собранный урожай картофеля сбывается по мизерной цене. Гульбара Кинджеева продолжит тему. Черешневый сад братьев Байбабайлых в Араванском районе самый большой. Он занимает около 6 гектаров. Первые саженцы высадил еще их отец 10 лет назад. Первые 6-7 лет в сад необходимо только вкладывать, ухаживать за ним, лечить от вредителей. И лишь на 10-м году он начинает давать урожай, который можно отправлять на продажу. Прибыль, конечно, получается неплохая, но и труда требуется немало. Преимущество этих фруктов в том, что местные садоводы используют химию крайне редко. Это в феврале месяце, до наступления весны, деревья опрыскиваются противогрибковыми ядохимикатами. И уже после уборки урожая. А в момент вегетации, цветения, поспевания химия не используется совсем. Поэтому получается вот такой красивый, экологически чистый продукт. Со сбором черешни своими силами не справиться. Приходится нанимать односельчан. Порядка 300 человек. Каждому работнику оплачивается в день по 500 сомов. Плюс бесплатное горячее питание. У каждого свои обязанности. Одни собирают плоды, другие их сортируют и укладывают в ящики. Черешню делим на три сорта. Ягода должна быть упругой, не иметь гнилия. Собираем с хвостиками, чтобы черешня дольше сохранилась. Вывозят урожай в специальных фурах-рефрижераторах. В них сохраняется прохладный температурный режим. Первая партия уже готова к отправке в Россию. Если у садоводов проблем с реализацией нет, то у земледельцев, напротив, сплошь неприятные сюрпризы. Мураджан Нышанов на своих 40 сотках земли вырастил хороший урожай картофеля. Думал, что раннюю картошку удастся продать по высокой цене. Но вышло иначе. Казахстан ввел запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана, после чего цены резко упали. Вначале ее брали по 30 сомов, а теперь цена упала до 15. У меня затраты уже выше 30 тысяч сомов. Смогу ли я их окупить, не знаю. Проблемы экспорта продукции актуальны практически для всего региона. Это выяснилось во время круглого стола, организованного клубом бизнес-консультантов. Здесь обсуждались пути эффективного применения системы преференции ВСП для экспортных целей. Теперь для Кыргызстана открылся помимо ЕАЭС еще и 500 миллионный рынок Евросоюза. Но на пути продвижения к нему есть немало препон. Большая проблема в том, что у предпринимателей элементарно не хватает объема. Поскольку у нас все предприниматели раздроблены, нет единого большого аналитического центра или, например, какого-то склада, куда все могут свою продукцию собирать и отправлять. Мы просто не выдержим объем. А со стороны и европейских, и российских, и казахстанских вообще закупателей, у них основное требование является, чтобы мы им стабильно сделали объем. Помимо этого, есть проблемы с сертификацией, стандартизацией и ряд других. Для их решения необходимо открывать лаборатории и логистические центры. А главное – объединять мелких товаропроизводителей в кооперативы или ассоциации. Кульбара Кенжеева, Ибрагим Ашуров, Шарчамбек Шаимкулов, Общественный Первый канал, Ожская область. У меня на этом все. Слово Бишкекской студии. Коллеги. Мы благодарим вас, Регина, и продолжим из Бишкека. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Румынии о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. По соглашению, владельцы таких паспортов освобождены от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны до 90 дней. Это облегчит взаимные поездки граждан и расширит двустороннюю договорно-правовую базу, которая будет способствовать дальнейшему развитию политико-экономических и консульских отношений. Некоторые кыргызстанцы больше пяти лет не платят налоги на имущество. Этот закон начал действовать шесть лет назад. Владельцы частных жилых домов площадью больше 150 квадратных метров и квартиры от 80 квадратных метров ежегодно обязаны платить налог на имущество. Налоговики Ленинского района столицы уже устали обивать их пороги. Игнорирует этот закон даже экс-министр. Кто, выясняла Эльнура Молдога-Дрова. Многоэтажный дом, расположенный по проспекту Мира, 17. Владелец квартиры номер 30 задолжал налоговикам Ленинского района 65 тысяч суммов налога на имущество. Квартира записана на небезызвестного бывшего главу Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Учкунбека Ташбаева. Он не платил налог на имущество с 2009 года, то есть с момента приобретения. С пеней сумма составила 65 тысяч суммов. Уже который раз налоговики обивают порог этой квартиры. Согласно закону, налогом на имущество облагаются квартиры от 80 квадратных метров. Квартира Учкунбека Ташбаева, в которой проживает его брат, 176 квадратных метров. То есть ежегодно он обязан оплачивать примерно по 6-7 тысяч суммов. Район ВДНХ. По улице Коджубергенова 160 проживает некий Арсен Турдубаев, который тоже никогда не платил налог на имущество. Задолжал более 40 тысяч суммов вместе с пеней. Мы проводим рейд по тем домам, которые задолжали более 40 или 50 тысяч суммов. Конкретно в этот дом приходим уже в третий раз. Жительница Бишкека Гульбайра Аширбаева в отличие от таких должников всегда вовремя оплачивает за электроэнергию, воду и газ. Вроде соседи состоятельные и могли бы давно оплатить налог и спать спокойно. Муж – мелкий предприниматель, а значит, деньги есть. Видимо, у богатых со временем появляется пелена перед глазами. А этот двухэтажный большой дом записан на Умютай Давлетову. Злостная неплательщица проживает в селе Чонарых по улице Коджубергенова 154. Дома тоже никого не оказалось. В частных жилых домах налогом на имущество облагаются площади от 150 квадратных метров. Из-за этих неплательщиков бюджет страны недополучает миллионы средств. А это влияет на заработную плату, пенсии и пособия граждан. Сотрудники Ленинской налоговой службы намерены подать на неплательщиков в суд. Сегодня под председательством премьер-министра Сорумба и Чейнбекова состоялось заседание Оргкомитета по проведению Года истории и культуры. Премьер подчеркнул, что проведение мероприятий в рамках Года истории и культуры должны способствовать укреплению духовных и культурных ценностей страны. Глава правительства также добавил, что местные органы власти не должны ограничиваться лишь проведением торжественных мероприятий, но направить силы и средства также на улучшение инфраструктуры регионов, в которых намечаются историко-культурные события. В рамках Года планируется проведение 78 комплексных мероприятий, в том числе таких крупных, как 25-летие независимости Кыргызстана, Вторые всемирные игры кочевников, Тысячелетие Джусупа Балсагына, 220-летие Тайла Кбатыра, 90-летие образования Киргизской АССР, 80-летие образования Киргизской АССР и 100-летие событий 1916 года. Для этих целей выделено 94 миллионов суммов. Выделенные средства уже осваиваются подведомственными управлениями, органами МСО. Также хочется отметить, что инициативу президента поддерживает и народ. Так, в Исокольской области люди оформляют улицы в тематике предстоящего мероприятия. До начала Всемирных игр кочевников осталось 100 дней, сообщили сегодня в секретариате игр. В этом году они будут проведены с 3 по 8 сентября в Челпунате. Для этих целей проводится реконструкция ипподрома до уровня, соответствующего всем международным стандартам с увеличением посадочных мест до 10 тысяч. Мероприятия будут проводиться в двух местах. Ипподром в Челпунате и живописная Джайлю Крчин в Семеновском ущелье. Грандиозная церемония открытия будет проведена 3 сентября на ипподроме в Челпунате. Захватывающее 3D-шоу, выступления отечественных и иностранных звезд, театрализованное шоу об истории кочевого народа и культуре. Приобщиться и прочувствовать масштабность данного мероприятия удастся только посетив Всемирные игры кочевников. С 4 по 7 сентября днем будут проходить спортивные состязания и в вечернее время концертные программы и культурные мероприятия. В рамках фестиваля будет поставлен юрточный городок из более чем 200 юрт. На этих играх будут представлены 23 вида спорта. Также, согласно плану подготовки и проведения игр, организовываются мероприятия по территории страны. Так, одним из значимых мероприятий стала установка часов обратного отчета до начала игр на центральном площади Аллато в Бишкеке. 3-5 июня в столице пройдет первая международная танцевальная олимпиада в Центральной Азии. Мероприятие будет проходить в течение трех дней с участием более 2000 танцоров из 10 стран по 52 танцевальным направлениям и дисциплинам. Предлагается запретить занимать государственные политические должности тем, кто не знает государственного языка. Об этом сегодня заявили отдельные депутаты на заседании Чуоркулкинеша во время правительственного часа на тему госязыка. Нардепы призывают разработать соответствующие поправки в законодательство, так как, по их словам, в госорганах продолжают игнорировать норму о необходимости знания кыргызского языка. Что касается достижений, то вице-премьер Гульмира Кудайверзиева отметила, что во всемирной сети сейчас появилось множество сайтов, на которых изучать кыргызский язык можно онлайн. В этом году даже Google Translate заговорил по-кыргызски. К тому же с этого года в пилотном режиме запущен тест на знание кыргызского языка для школьников. Однако со следующего года планируется сделать его обязательным для всех выпускников. О будущем, возможно, и для госслужащих. Восстание 1916 года «Путь к возрождению» под таким названием Музей изобразительных искусств имени Гопарайтеева открылась выставка, приуроченная к 100-летию событий. Она состоит из трех разделов. Первый посвящен трагическим событиям 16-го года. Выставлены картины Чуйкова, Образцова, Васильева, Эсина, Деймонта, Игнатьева и других. Те работы, которые были созданы к 20-летию восстания. Второй раздел выставки состоит из наиболее известных картин стилей соцреализма, созданных в период с 1930 по 1980 годы. В этом числе работы Чуйкова, Айтиева, Колбекова. Третья часть выставки – изобразительное искусство современного Кыргызстана, серия «Память предков», созданная народным художником Юристом Беком Шигаевым к 100-летию трагических событий. Экспозиция в первом разделе выставки демонстрировалась в 1956 и 1976 годах. Последние 40 лет картины не выставлялись в связи с необходимостью их реставрации. В год истории культуры глава государства выделил деньги на реставрацию 16 картин. Мы выражаем благодарность художнику-реставратору Талайбеку Усубалиеву за то, что он отреставрировал эти картины за короткий срок. В Национальной библиотеке имени Аллахула Осмонова состоялась научно-практическая конференция, посвященная 85-летию профессора Мухаммеда Худжиньхуа. Он известный китайский тюрколог, основоположник китайской каргазологии, первые китайские дунгановед Центральной Азии, специалист, пользующийся особой правительственной субсидией Китая, лауреат ордена Манаса Третьей степени, почетный академик Национальной академии. Как основоположник китайской каргазологии, Худжиньхуа владеет каргызским, русским, турецким, уйгурским и другими языками. Одно из главных направлений его работы – обучение и исследование языка и культуры кыргызского народа в Китае и Кыргызстане. Он опубликовал более 300 научных работ. Сейчас ученый проживает в Пекине. От имени главы государства Алмазбека Атамбаева профессору были переданы поздравительное письмо и именные часы. Стадии о китайских кыргызах, написанные профессором, вызвали широкий отклик в кругу лингвистов. Вы только представьте, Дунганин, проживающий в Китае, писал и изучил историю кыргызского народа. В 90-е годы под его руководством был составлен учебник кыргызского языка и снят видеофильм о жизни и культуре китайских кыргызов. Этот видеофильм до сих пор хранится в Китае и считается богатым, драгоценным и этнографическим материалом о китайских кыргызах. Его называют живым учебником о жизни современных китайских кыргызов. В столице во дворце спорта имени Кожамкула проходит двухдневная выставка-ярмарка экспортной продукции провинции Чэньцзянь Китайской Народной Республики. Концепция совместного создания экономической полосы шелкового пути представила предприятиям Китая и стран Центральной Азии исторический шанс сотрудничества и широкие перспективы развития бизнеса за рубежом. В Кыргызстане имеется острая необходимость развивать торговое и инвестиционное сотрудничество с Китаем, считая в департаменте коммерции провинции Чэньцзянь. Свою продукцию выставили около 30 китайских компаний из этой провинции занятых в производстве электротехнической продукции, жемчужных изделий, текстиля, товаров повседневного спроса. Китайские предприниматели также предлагают вниманию кыргызстанцев продукцию, ориентированную на развитие туризма. Китайские предприниматели Сегодня танцор Атай Омурзаков и группа «Тумар» выступили в полуфинале конкурса «Britains Got Talent» в Лондоне. Выступление ребят вновь поразило всех членов жюри. Теперь выход в финал зависит от зрительского голосования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напомню, президент Алмазбек Атамбаев 16 мая принял участников танцевальной группы и оказал им финансовую поддержку для участия в телевизионном конкурсе «Britains Got Talent». Президент отметил, что гордится ими. Своим примером вы не только вдохновляете всех кыргызстанцев, вы показываете своим соотечественникам, что нет непокоримых вершин, если упорно трудиться и иметь волю к победе. В нашей стране много талантливой, сильной молодежи, которая своим мастерством и новыми идеями достойно представляет страну на различных площадках. И я поддерживал и буду поддерживать такие начинания, отметил глава государства. Такими событиями был наполнен этот день. Пусть у вас будет все хорошо. До встречи.